Всем привет! У вас шикарный урожай зеленых томатов, вы уже их сняли со своих кустов, занесли в дом и не знаете, каким образом ускорить их созревание? Тогда обязательно досмотрите этот ролик до конца и мы пройдемся по основным моментам, которые однозначно ускорят созревание зеленых томатов. Первое, что необходимо сделать с томатами, которые мы сняли с куста, это, конечно же, провести их поверхностную дезинфекцию. Потому что зачастую, даже когда нету явных признаков развития тех или иных грибных заболеваний на кустах томатов, есть высокая вероятность, что грибные заболевания уже поселились на самих плодах, поэтому не лишним будут вести их дезинфекцию. В качестве самого простого, доступного механического способа дезинфекции томатов можно предпринять следующий. Взять горячую воду порядка 60 градусов, поместить в нее томаты на 2 минуты и затем их вынуть. Такой вот нехитрый прием значительно сократит количество патогенной микрофлоры на ваших томатах. После горячего купания наши томаты можно еще дезинфицировать, например, биологическими препаратами на основе сенной палочки или триходермы. И таким образом значительно сокращая риск развития патогенной микрофлоры на поверхности нашего урожая. Предугадывая ваши комментарии о том, целесообразно ли, безопасно ли, экологично ли вносить биологические препараты на уже собранные плоды, то они абсолютно безопасны, совместимы с жизнью человека, поэтому никакого риска для нас с вами они не предоставляют. Если вы все-таки не сторонники внесения биологических препаратов, то тогда можно дополнительно обработать поверхность наших томатов какими-нибудь химическими соединениями с хорошим дезинфицирующим эффектом. Самым простым и доступным таким соединением будет являться спиртовой раствор, например, 40% спиртовой раствор, который можно найти в любом магазине. Иными словами, возьмем водку и протрем наши томаты для того, чтобы по-прежнему сократить риск развития грибных заболеваний. Конечно, вы удивитесь, если я вам предложу в этом ролике использовать водку не только в качестве наружного дезинфицирующего средства, но и вводить по пол кубика этого соединения в сам плод. О том, где мы нашли такую научную информацию, мы расскажем чуть позже. Обязательно досмотрите это видео до конца. Третий нехитрый прием, который сравнительно ускорит сроки дозаривания ваших томатов, это поддержание оптимального температурного режима порядка 20-25 градусов и, конечно же, сухое помещение. Чем выше температура, тем быстрее будут дозариваться наши томаты. Если есть возможность, то обязательно поместите томаты на солнечные подоконники и вы удивитесь, насколько быстро и качественно они будут дозревать. Кстати, помню, как все мое детство бабушка складывала зеленые томаты методично в валенки для того, чтобы им там было теплее и чтобы они быстрее дозревали. Четвертый и завершающий пункт наверняка многим из вас знаком, а именно это раскладывание вместе с зелеными томатами других плодов, которые уже созрели, которые уже находятся в фазе биологической спелости. Очень хорошо будут способствовать дозариванию зеленых томатов, например, плоды яблок, бананы и те же самые томаты, но которые уже, как я сказала, находятся в фазе биологической спелости. Это по-прежнему связано с той статьей, о которой мы вам сейчас расскажем. Так вот, эта статья опубликована в научно-популярном издании «Наука и жизнь». Она объясняет биологические принципы созревания томатов, как и любых плодов, и указывает на одно, что любой биохимический процесс созревания плодов связан с таким фитогормоном, как этилен. Впервые этилен был открыт в 1901 году российскими учеными в Санкт-Петербурге, повторно он был открыт уже в США в 20-е годы. Смысл действия этилена заключается в следующем. Когда плоды достигают своего сортового размера, растения начинают запускать синтез этого газа для того, чтобы формировалась отделительная ткань. Наверняка многие из вас заметили, когда мы подходим к томату и начинаем снимать уже созревшие сочные плоды, они легко отделяются от плодоножки против тех томатов, которые еще зеленые и не набрали той биологической спелости и зрелости. Этилен крайне важен и необходим любым растениям, которые занимаются производством семян, в том числе и томатом, для того, чтобы все плоды, которые уже созрели, легко, как вы уже поняли, отделялись от своего растения, чтобы оно могло созревать, наращивать и дозаривать еще большее количество плодов и таким образом формировать еще большее количество семян, то есть оставлять после себя большое потомство. Статья написана в науке и жизни доктором технических наук Санкт-Петербургского университета Юрием Орловым. Согласно рекомендациям автора, этилен является производным этанола, то есть спирта. И когда автор рекомендует вводить по 0,5 мл данного соединения в каждый недозревший плод и подтверждает это все своими научными исследованиями, а именно ускорение сроков созревания от двух недель до нескольких дней, то соответственно такой метод и способ имеет место быть. И чтобы вы не сомневались, что водка каким-то образом остается в плодах, каким-то образом меняет биохимический состав самих плодов, меняет вкус, цвет, запах плодов, то вы обязательно прочтите эту статью. И увидите, что в 1934 году были проведены исследования и затем они были продублированы в 1936 году. Это была целая научная обстоятельная работа, которая доказала, что водка никак не меняет биохимический состав уже созревших плодов, ее там нет и биохимический состав плодов полностью соответствует тому, который заявлен в томатах. На этом у меня все. Уверена, что дозаривание томатов будет для вас таким же простым, как и их выращивание. Оставайтесь на канале Процветок и до новых встреч!